Приветствую вас! Вы, конечно, очень интересно задаете вопрос. Он у вас такой, я бы сказал, немножечко не снадажный, знаете, то есть вот вроде бы как вы и не хотите на работу, вроде бы как вам и не нужна эта работа, вроде бы как вы, в общем-то, не горите желанием это делать, но в то же время вас мотивирует такая серьезная вещь, как нехватка денег, и, соответственно, вы вынуждены на работу идти. Что я вам хочу сказать. Значит, во-первых, на момент ответа, на момент записи этого ответа у вас было всего два комментария, и поэтому я не видел таких, ну, ответов вот в том ключе, в каком я хочу вам сказать. Поэтому, соответственно, наверное, про изображение, если будет какой-то повтор. Как вы смотрите на то, чтобы посмотреть на эту ситуацию с позиции того, что мужчина ваш должен работать сам? То есть, не чтобы вы работали, не чтобы вы работали, да, а чтобы он работал. То есть, почему вы считаете, что вот нехватка этих денег в семье – это ваши проблемы? Почему? Разве мужчина не должен работать, разве мужчина не должен содержать семью и так далее? То есть, получается так, что человек как будто бы на вас перекидывает свои обязанности, да, человек перекидывает на вас свои, ну, свои функции, да, свою ответственность, вот. А вы эту ответственность как будто бы принимаете и вообще считаете, что в порядке вещей. Это вот, конечно, немножечко некрасиво, потому что все-таки, если у вас есть мужчина, то он, ну, возникает вопрос, что он будет делать, да, чем он будет заниматься и так далее. То есть, вот, это первое. В Москву я хотел бы обратить ваше внимание, да. Дальше, дальше, значит, ну, вы говорите о том, что, значит, вы чувствуете себя ограниченной, я не могу поболеть дома, не могу заняться личными делами, не могу скрыть по поважным делам. И каким-то различным делам вопросам, ведь я на работе. А, понимаете, как бы, если вы чувствуете себя несвободной, то, соответственно, это скорее ваша особенность восприятия, да. То есть, если вы работаете, то, наверное, вы понимаете, что работать нужно для того, чтобы обеспечивать семью. Вот. И, соответственно, либо вы делаете это, либо вы работаете, да, либо вы, соответственно, не работаете, ничего не делаете, вот, да, и просто-напросто, ну, вы занимаетесь тем, чем вы занимаетесь сейчас. То есть, на работу никто никого идти не заставляет, это выбор человека, исключительно, то есть, в данном случае, и вас. И если он идет на работу, то это, в общем-то, его личное желание. Вот. Ну, либо необходимость, конечно. Другой момент, на мой взгляд, важный в том, что вы, по какой-то причине чувствуете себя, вот, как вы говорите, ограниченной, да. Вы чувствуете себя не свободной. И вот это, конечно, весьма-весьма странно, потому что вопрос заключается в том, с чем это связано конкретно. То есть, либо это связано с вашим восприятием, и вы достаточно болезненно, например, переживаете тот факт, что вы перестаете быть принадлежной сама себе, и тогда эта проблема, ну, скажем так, будет более глубоко лежит, чем просто в работе. То есть, если вы боитесь ограничений, если вы болезненно реагируете на ограничения, то эта проблема, скорее, она, ну, идет из, возможно, детства или, возможно, из некого негативного опыта, что вы воспринимаете работу как рабство, например, да. Вот, либо вы никогда не получали удовольствие от нее, то есть, она все время была для вас чем-то плохим, чем-то ужасным, чем-то негативным. И нет ничего удивительного в том, что вам она не нравится. То есть, вы никогда не имели опыта позитивного работы. Соответственно, здесь нужно анализировать то, что вы делали, вообще, чем вы занимались, работали ли вы и так далее. Вот, и если работали, то, соответственно, как, где, кем и так далее. Все вот это вот нужно анализировать. У вас идет, как это видится мне, у вас идет очень сильное сопротивление, сопротивление работе. И с чем, с чем оно связано, сопротивление это, сказать, именно вот, сейчас, на данный момент, не зная вас, не представляется возможным, потому что мало информации. Та информация, которая есть, ее недостаточно. Вот, но, тем не менее. По поводу тестов. Значит, смотрите, что вы пишите. Что... Периодически... Так, значит, я три года сижу в некрите, у меня было достаточно времени, чтобы подумать о том, чем не заниматься. И... что вы придумали? Значит, так, я... Проделал кучу тестов на профориендацию и что. Все периодически выкласси на сайте с вакансиями, да? Вот, привык, что все пишут про сайты с знакомств и мало кто про сайты с вакансиями, поэтому оговорился немножко. А, так, я брала заработанную даму, но, да, ну, так, вы не заработаете, так, а заниматься что вы чем хотите? Заниматься что вы чем хотите? А, что вам нравится вообще? Из, вот, деятельности вашей, вашей. Почему вы говорите про профориендацию, да, про то, что, вот, ну, что вам нужно, что вы искали какую-то работу, что вы проходили тесты и потом как-то вы, вы говорите о том, что много думали над тем, вот, чем вы можете заниматься, но при этом никакого результата я не увидел. То есть, как бы, как бы, все, как было, так и осталось, то есть, вы никакого, никакого итога не приводите, который был бы, как-то, вот, подведен, исходя из того, что вы делали, например. И здесь, как бы, вот, не могу не задать вам вопрос, так, а, кончился чем? Ну, вот, проходили вы, проходили вы, т-тесты проходили, и что дальше? А, чем? Что вы решили-то для себя, собственно? То есть, непонятно. Почему, проходя тесты, вы как будто бы игнорируете их, ну, их результат, да, почему-то, вы как будто их игнорируете, и просто-напросто начинаете что-то там другое пробовать вообще. И вот вопрос заключается в том, как это коррелирует с тем, что вы проходили тесты. Если вы вообще ничем не хотите заниматься, например, ну, ну, такое может быть, да, то зачем тогда проходили тесты? Если вы проходили тесты, значит, вы что-то искали. Если вы что-то искали, ну, значит, я думаю, что нужно понять, что именно вы искали. Вот. А то несколько странная ситуация получается. Вот. Далее, значит, вы пишите, что мне нужно вытаскивать себя за шкирку на эту кабалу ежедневно, помогите найти силы в себе поменять отношения к ежедневному походу на работу. То есть речь идет о мотивации. Речь идет о мотивации. Ну и, собственно, если вам нужно обеспечивать семью свою, да, например, и ситуация такова, что ваш муж вас не может обеспечить, то, соответственно, имеете ли вы понимание, четкое понимание того, ради чего вы идете на работу. То есть почему вы работаете здесь как своего личного врага, своего личного разрушителя? Тогда как работа в данном случае – это средство. И либо вы считаете, что не должны работать, то есть у вас нет изначальной мотивации работать вообще. Либо вас не слушает ваш муж, и вы это понимаете, что он вас не слушает, что ему не очень важно то, например, что вы думаете, допустим, то, например, чего вы хотите, допустим, и так далее. Либо вы не достаточно полно отдаете себе отсчет в том, какие проблемы у вашей семьи. То есть, понимаете как, если проблемы в семье вас не мотивируют на то, чтобы работать, то получается, что и семья-то вас не важна. Ну, не цените вы ее настолько, чтобы хотеть, например, обеспечивать ее благосостояние. Может быть, вас ребенок держит, может быть, вам страшно оставлять его одного, вы тяжело переживаете расставание с ребенком. То есть, понимаете, здесь, на мой взгляд, ваша неопредмеченность в профессиональной сфере накладывается на проблему в семье, в частности, с мужем. И, мне кажется, из-за этого возникает у вас апатия. То есть апатия – это не желание что-либо делать. И, соответственно, если вы это противоречие снимете, то я думаю, что многие проблемы решатся. По крайней мере, вы, возможно, увидите для себя какой-то вариант. Но, опять же, такое ощущение, что вы вот, как бы, ну, размышляя о том, чем вам заниматься, да, размышляя о том, например, чего вы хотели бы делать, чему бы вы хотели себя посвятить, да. Вот. Вы так ничему не пришли. Совсем. И вы итог, еще раз повторю, итог вы нам не озвучили. А без итога мы не можем вам дать какую-то обратную связь, потому что нам нужна информация, а информацию вы не даете. Кстати, обязательно в этом дело. Поэтому, прежде чем говорить, например, об отсутствии мотивации, да, которая у вас есть, нужно сперва посмотреть, а если, если, скажем так, необходимы условия для того, чтобы эта самая мотивация, вообще-то говоря, ну, была, она имела место быть у вас. Потому что, если ваша мотивация, например, подавляется, если она подавляется постоянно, да, чем-то, кем-то и так далее, то ее нет смысла возрождать, ее нет смысла генерировать. Потому что она, так или иначе, все равно будет подавляться. Ну, главное, надо понять, все-таки, в каких условиях вы живете, и почему решили работать вообще. И вот так тогда уже можно будет и ответить на ваши вопросы и помочь вам. Понимаете, да? Надеюсь, надеюсь, о чем идет речь. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго. И удачи! Успешного разрешения вам данной проблемы.